Было яблоко, а стал яблоков. У Совета ветеранов Петрозаводска новый председатель. Место оппозиционного политика Галины Карасовой занял бывший депутат Петросовета. Участники отчетно-выборной конференции решили судьбу городской ветеранской организации, которая в последнее время переживает не лучшие времена. Александр Лычагин подробнее. Когда-то у оппозиционных сил был свой Совет ветеранов, а у действующей власти свой. В 2013 году у городской ветеранской организации, которой руководила сторонница партии «Яблоко» Галина Карасова, появился дублер. Альтернативное общество возглавила Валентина Драгайлова, давний оппонент яблочного председателя. Городские власти решили положить конец расколу, провести внеочередную выборную конференцию и объединить советы под эгидой нового вождя. По словам сторонников Галины Карасовой, представителей старого совета на встречу не пригласили. Организации рекомендовали своих делегатов, а их в списках нет. Совет Галины Егоровны, он во многом помогал. Кучу вопросов решали. По идее, должна отчитываться Галина Егоровна. А сейчас слышу, Драгайлова будет делать доклад. Непонятно. Срок полномочий Галины Карасовой официально не истек. Однако ее оппоненты уверяют, что это уже не важно. Председатель совета ветеранов, только я легитимный. Карасова нет. Ее избирали, но ее не зарегистрировало Министерство юстиции. То есть она не прошла регистрацию. В последнее время ветераны и пенсионеры часто становятся вольными или невольными статистами в политических играх. Контроль над многотысячной городской организацией – мечта любого политика. Достаточно привести, допустим, 20-30 стариков, организованных на выборы, чтобы получить депутатский мандат или должность главы поселения. На уровне Петрозаводска это пара сотен может решить вопрос депутатского мандата. Поэтому многие структуры, бизнес-структуры, отдельные бизнесмены, отдельные политики, они даже создают свои ветеранские организации, территориальные, собирают людей, поют их чаем, устраивают им какой-то досуг и так далее, и так далее, с тем расчетом, чтобы потом их использовать на выборах. По итогам голосования новым руководителем городской ветеранской организации стал бывший депутат Алексей Яблоков, один из самых активных сторонников председателя Петросовета Геннадия Боднарчука. Ветеранский козырь, который более пяти лет находился в рукаве партии Яблока, оказался в распоряжении других политических сил.